А может все-таки сыграем? Игорь Задорожный – известный мультиинструменталист. Теперь копилку его музыкальных пристрастий пополнила и пила. Научиться играть на стальном напильнике было задачей не из легких. Зато теперь на таком прихотливом инструменте Игорь способен словно по нотам воспроизводить целые музыкальные композиции. Инструмент не имеет какового звукоряда, все на слух, все методом проб и ошибок. Пила может звучать не только одной нотой, она также звучит сразу несколькими звуками. Поэтому это можно использовать как какой-то эффект музыкальный. Использовать пилу как музыкальный инструмент по одной из версий придумали в 19 веке французские лесорубы. Они научились извлекать звуки из рабочего инвентаря с помощью палки со шнурком. Теперь эту роль выполняет смычок, который очень похож на скрипичный. Расскажите, пожалуйста, как извлекаются звуки? Очень просто на первый взгляд, но сейчас попробуйте. Необходимо пилу, полотно натянуть, зажать большим пальцем, создать натяжение струны и провести свычком. Но как выяснилось, правильно изогнуть пилу, чтобы она тебя слушала и завлекала нужные звуки, для новичка задача практически непосильная. И теперь свычком вот так вот. В моих руках пила играть категорически отказывалась. Ничего не получается. Не все сразу. Зато она с удовольствием выполняла все музыкальные пожелания своего владельца. Чтобы играть на пиле, музыканту нужно приложить немало физических усилий. Мужчинам справиться с такой задачей проще. Хотя есть и женщины, которые могут опуздать стальную капризную барышню. К примеру, на пиле играла известная актриса Марлин Дитрих. Впрочем, в киноиндустрии такой необычный инструмент тоже находит свое применение. Пила – это прежде всего для наших советских детей известный инструмент, как шумовой. Все сказки озвучивались именно пилой. Дуновение ветра, какие-то появления кощей бессмертного. Эксцентричный инструмент уже обрел своих почитателей. Несмотря на внешнюю простоту и незамысловатость, он способен удивить даже меломанов. И если найти к нему грамотный подход, то можно устроить настоящую творческую импровизацию. Музыкально пилить пытались Диана Галех и Сергей Курков. Специально для студии «Хорошего настроения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова